Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Управда.ру Это проект Кухня, и с вами я, его ведущая Наталья Медончева Масленичная неделя, народ гуляет, народ просит друг у друга прощения И, конечно же, ест блины, очень много блинов Информационный портал Управда.ру не стал исключением И сегодня мы проводим мастер-класс по приготовлению блинов В этом нам поможет Мария Павлова, шеф-повар выездного ресторана Никитина Кейтеринг Мария, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Мария, с чем у нас сегодня будут блины? Блины мы решили сделать немножечко необычные и нестандартные Первые блинчики мы приготовим шпинатные Они будут с лососем, мягким сыром и чуть-чуть жареного лучка А на десерт приготовим шоколадные блинчики с мандариновым соусом Я думаю, вам очень понравится Приступим? Ну и вам, конечно! Для этого нам понадобится шпинат, яйца, молоко, ну и, конечно же, мука Все берем стандартное, за исключением шпината Для чего нужен нам шпинат? Для чего нам нужен шпинат? Во-первых, для вкуса, для цвета и для пользы То есть мы будем есть зеленые блины? Зеленые, здоровые, весенние блины Очень хорошо, поэтому, наверное, приступим Да, я вам доверю такую ответственную работу, это взбивать шпинат Ух ты! Вот, для этого нам понадобится комбайн Мы возьмем немножечко шпината Для начала, извините, Мария, я вас перебью Мы, конечно же, наденем перчатки Давайте Командуйте Берите чашу миксера Положим туда немного шпината Две с половиной таблеточки Закроем все это крышечкой Шпинат готов? Шпинат готов Так, теперь берем миску Держи Разобьем туда пару яиц Хорошо, может, можно, да? Только не острым окончанием Вот этим? Да Ого Так, держи еще Я научусь Добавляем туда пару ложек шпината Здесь же все-таки шпинат Так, пару ложек, да? Да Или все выкладываем? Я думаю, нам на два яйца как раз пару ложек будет достаточно Угу Так Теперь добавляем молоко На глазочек Ну, 200 миллилитров И все активненько перемешиваем Угу Блин, сейчас соля будет Угу Сбалтываем Добавляем соль Немножечко сахара Чуть-чуть Чуть-чуть сахара Вот столько хватит? Пол ложечки Для того, чтобы первый блин не получился комом Полей его маслом Первое правило блина Поэтому Остальные блинчики будут без добавления масла Но, тем не менее, они не прилипнут к сковородке Потому что что? Мы добавили масло в основное тесто Поэтому В принципе, я думаю, сковородочка уже нагрелась Добавляем туда немножко масла Я сама Я сама Хорошо, я тебе доверяю После того, как ты превратила на моих глазах шпинат в фарш Достаточно Мне можно доверять? Тебе можно доверять Ну вот, мы добавили масло Сковородка прогрета И можем наливать первый блинчик Первый блин я покажу тебе сама Следующий ты сама, я думаю, сможешь Берем небольшое количество теста Выливаем в центр И вот такими вот движениями Потихонечку, полегонечку Блинчик приобретает свою форму Размазываем Да Смотри, мы с тобой специально не стали шпинат Размалывать в кашу Да, то есть мы видим, что там действительно шпинат Там есть кусочки шпината Поэтому, смотри, ждем Основной критерий, когда сверху блин станет полностью испеченный, но не поджаренный Видишь, как он начинает расходиться, да? То есть, когда центр станет тоже сухой, мы в принципе можем перевернуть с тобой блинчик Я всегда мечтала подкинуть блин со сковородки, чтобы он сделал в воздухе с сальто-мортали и приземлился на нужную сторону Но, как всегда, это у меня не получалось Как это правильно сделать? Смотри, самое главное, ты должна чувствовать блинчик на сковородке, да? Смотри, ты его чуть-чуть подталкиваешь к началу, да? К основанию сковородки И вот таким движением аккуратненько его переворачиваешь Круто! Итак, повторяем пройденный материал Не забывай размазывать блинчик Отлично, супер Всегда хочется, если думаешь, что блина мало на сковородке, подлить туда еще Нет, 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 все правильно ты говоришь Блина на сковородке должна быть столько, сколько вмещает половник, не больше Потом лучше ничего не подливать Советский цирк Смотри, какие красивые блины, да? Настоящее весеннее настроение, мне кажется Отлично, да Ага, все И давай Опа! Ничего себе! Той же стороной! Такой Я еще раз Давай Дубль два Вот это да! Опять той же стороной! Но думаю, что с третьего раза у тебя обязательно получится Мотор! Ура! Есть! Отлично! Какой классный шедевр! Это шедевр! Я старался, честно Итак Мы с тобой приготовили чудесные шпинатные блинчики Но просто так подать мы их, ну, просто не можем, да? Мы должны их красиво с тобой оформить Для этого мы будем использовать с тобой сливочный сыр Угу Так Держи, сливочный сыр Лосось Слабо соленый Я порежу тебе его сама Угу Так, что мы делаем? Я режу небольшие ломтики лосося Того будет вполне достаточно Угу Итак, что мы с тобой делаем? Половину блинчика нам нужно будет намазать сквечным сыром Выкладывай сыр Можешь помочь ножом Рукой Ну, если ты в перчатках, можешь и рукой Теперь Что делаем дальше? Берем лосось Выкладываем Также на твой Намазанный сыр Угу Правильно? Да Достаточно? И заворачиваем Ааа Да, с твоей стороны Так В трубочку Да Делаем это легкими ненавязчивыми движениями То есть нам не нужна слишком плотная масса Угу Так Теперь Эти пока нам не понадобятся Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно будет аккуратненько разрезать наш блинчик Как я это сделаю тебе покажу сейчас Ух ты То есть можно сделать это подоскосово Да Выложить вот таким вот чудесным образом На тарелочку Угу Взять немножечко жареного лука И в принципе наши блинчики готовы Субтитры подогнал «Симон» Мария, ну какая же масленица без сладких, вкусных, сочных блинов Поэтому с чем мы следующие блины будем готовить? Я предлагаю сделать шоколадные блинчики с мандариновым соусом Потому что это идеальное сочетание шоколад, цитрусы Пальчики оближу Отлично, приступим Так, смотри, что нам понадобится Нам понадобятся также яйца Но замену молоку мы будем использовать сливки Для того, чтобы они получились более нежные и сливочные Также будем использовать муку, какао и сахар Обязательно добавим разрыхлитель Для того, чтобы они получились пушистые и нежные Приступим? Погнали Смотри, будем использовать также два яйца Начинаю Приступаю к своему любимому занятию Разбивать яйца Яйца разбивать я уже научилась Так, теперь нам нужно добавить сливки Сливки также добавляем, ну, миллилитров 300 Сливки будем использовать 33% для того, чтобы они были более нежные и сливочные Достаточно? Я думаю, вполне Все это должны мы перемешать и добавить какао Сколько какао? Две ложки какао будет вполне достаточно Смотри, самое главное, чтобы какао сначала полностью растворилось в сливках Только после этого уже мы добавим муку и разрыхлитель А почему сразу не можем сделать этого? Потому что какао могут остаться комочком Нам нужно, чтобы все какао растворилось в нашей такой сливочной массе Ох, какой цвет получается у нас сыщенный Представляешь, блинчики, да, вроде бы казалось простое блюдо, но они могут быть такими разными, такими вкусными Можно сделать пепе блинчики на овсяной муке, допустим, да Можно сделать свекольное, шпинатное, как мы делали с тобой в первом варианте, да То есть вариаций множество Можно сделать маленькие мини-оладушки или, как я люблю, маленький закусочный блин Так, я разболтала все комочки Еще чуть-чуть На самом деле это очень сложный процесс Размешивать все комочки, потому что я не всегда все это замечаю, вижу А, тем более... Да, смотри, я тебе помогу Мы с тобой добавим еще щепоточку сахара Давай вот так Давай И обязательно подсолить Несмотря на то, что они сладкие, нужно обязательно подсолить для того, чтобы добиться баланса вкуса Вот, и теперь, в принципе, да, пока ты будешь взбалтывать, я просею тебе муку Как будто идет снег Снег, уходи Зима, уходи Да, кстати, мы прям с тобой в теме в этом плане Ну, масленица на то и есть масленица Это же все-таки провод зимы Ты чувствуешь консистенцию блинчика? Так, также я добавляю тебе разрыхлитель Я чувствую, как уплотняется Моя масса Так, отлично Как мне становится тяжелее Смотри, мы будем делать два варианта блинчиков, но они будут кардинально разные Так Причем и внешний вид, подачу мы тоже сделаем с тобой разную Я чувствую, как уплотняется масса, как становится тяжело, но я стараюсь, промешиваю, промазываю И чувствую, потрясающий аромат Смотри, в самом конце добавим тоже немножечко растительного масла Это чтобы не пригорели? Да, это чтобы консистенция была гладкая И во время выпечки я вообще не добавляю масла на сковородку То есть все масло внутри блинчика Отлично Вот идеальная консистенция Что это жидкий шоколад Я бы уже даже попробовала Вот, в принципе, мы можем уже начать с тобой выпекать эти чудесные блинчики Мандарин как лук Отойдем от привычного Отличная ассоциация Так, сотейник Добавляем туда мандарины Немножечко сахара Твои тоже заберу? Забирай Мне для тебя ничего не было Так, сахар Добавляем сахар И поставим томица В самом конце мы добавим туда чуть-чуть корицы Еще и корицы В самом конце, когда она уже приготовится Поэтому, в принципе, можем ставить и жарить блины Ну что, в принципе, можем готовить десертные блинчики Здесь технология будет немножечко другая Но мы также будем использовать сливочный сыр Только будем масывать его по всему периметру нашего блинчика Потом завернем в хорошенькие такие рулетики И нарежем их мелко Окей? Здесь блинчик можно смазывать весь, как я уже сказала, да? И слой должен быть потолще На контрасте белого и черного будет вообще идеально смотреться То есть, если ты хочешь увидеть даже своих гостей Можешь просто приготовить им блины И сказать, что я супер-мега-гипер-кулинар И меня всему этому научила Мария Павлова Пока ты намазываешь Я возьму наш соус Так, отлично Теперь что мы делаем? Мы скручиваем его, как я уже сказала, да? Полностью Вот в такую вот трубочку Давай Здесь можно уже поплотнее прижимать Так? Да И резать будем тоже по-другому Не как в первый раз Так, берем ножик Начиная с серединки То есть, мы должны сделать с тобой не просто блинчики А красивое, вкусное блюдо Таких блинчиков можно сделать и несколько, да? Но мы пока с тобой обойдемся четырьмя То есть, один блинчик можно порезать на четыре части Можно и на три части То есть, кому как удобно И сверху положим немножечко Рубленных орешков Орешки будем рубить сами Возьмем чуть-чуть орешков Для того, чтобы придать небольшой хруст Нашим блинчикам И посыпем все это орешками Ну и, в принципе, наши десертные блинчики тоже готовы Я думаю, ты запросто сможешь это повторить все дома Дорогие зрители информационного портала Мы поздравляем вас всех с масленицей Ешьте блины, провожайте зиму И обязательно будьте счастливы С вами была Наталья Медончева И шеф-повар из нового ресторана Никитина Кейтеринг Мария Павлова До новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова